Чемпионат Европы по санному спорту в Сочи проводился впервые. Уникальный олимпийский трек был оценен саночниками из 12 стран по достоинству. Трасса протяженностью 1814 метров, состоящая из 17 виражей, позволяет саночникам достигать скорости до 135 км в час. При этом пройти ее нужно с ювелирной точностью, ведь счет между соперниками идет на тысячные секунды. Конечно, мы очень довольны, как вчера прошли заезды Кубка нации. И очень надеемся, что сегодня наши уже именитые спортсмены, такие как Семен Павличенко, они, конечно, покажут и здесь себя хорошо. Наверное, так же, как на чемпионате мира в Сигулзе. Первые заезды чемпионата Европы начались 28 февраля. Турнир открыли двухместные экипажи. После первой попытки лучший результат был у немцев. По времени преодоления трассы их догоняли латыши, а российский экипаж Богданов-Медведев показали третий результат. Соперничество всегда есть, потому что это соревнование. Сейчас здесь принимают участие только лучшие саночники мира. Они приехали на финал Кубка и на чемпионат Европы. Результат будет, и ребята будут биться, и надеемся, что будут завоевывать медали. Второй заезд для российских саночников Богданова и Медведева оказался неуспешным. Из-за ошибок они ушли на восьмую позицию в турнирной таблице, а двойкам Денисиев-Антонов и Южаков-Прохоров удалось стать на пятую и шестую позиции. Пьедестал почёта покорил немецкий экипаж, завоевавший двойной титул победителей девятого этапа Кубка мира и чемпионов Европы по санному спорту. Мы очень гордимся своими выступлениями здесь. В прошлом году мы стали олимпийскими чемпионами. Нам нравится этот трек. Здесь всё отлично организовано и погода хорошая. Мы рады нашему результату сегодня. Мы стали чемпионами Европы. Сочи стал для нас городом удачи. Немецким саночникам удалось на долю секунды опередить австрийских спортсменов. Экипаж Петер Пенс, Георг Фишлер взяли серебро. Бронзовые награды на счету братьев Шиц из Латвии. Этот турнир завершил календарь спортивного сезона международных соревнований. В последней программе выступили мужчины в дисциплине «Одиночные сани» и прошла командная эстафета. 1 марта состоялась церемония награждения победителей. Среди мужчин золото завоевал Семён Павличенко, серебро у Александра Перетягина, а саночник из Германии взял бронзу. Среди женщин первое и второе место у Германии, третье у Татьяны Ивановой. Лучшей командой по итогам чемпионата Европы стали немцы. Сборная России прошла дистанцию меньше, чем за три минуты и выиграла серебро. Третье место у сборной Латвии.